Шарики, гирлянды, Дед Мороз и Снегурочка. Приглашенным на елку главы Одинцовского района кажется, что они попали не в фойе волейбольного центра, а в новогоднюю сказку. Исключения не составляют даже взрослые. В их детстве такого разнообразия праздничных развлечений не было. В нашем детстве здесь навсегда Новый год был у всех одинаковый. И, наверное, преимущество современности в том, что Новый год может быть всегда у всех разный. И у организаторов гораздо больше возможностей, чем 20, 30, 40 лет назад. И поэтому мы стараемся использовать все современные возможности для того, чтобы каждый праздник отличался от предыдущего. Конечно, возможностей у организаторов больше, но и публика требовательнее. Удивить и заинтересовать современного ребенка – задача не из легких. Но на елке главы занятие по душе мог найти себе каждый. Например, Маша решила провести время с пользой и сделала новогоднее украшение. Я сначала брала много пакетиков и их склеивала. Потом их расправляла, ну, рисовала, потом расправляла. И у меня получилась вот такая смешинка. А пока одни старательно делали елочные украшения, другие разучивали разные танцы. С вальсом, танго, цыганочкой, принцессой, зорой и даже герой фильма ужасов справлялись одинаково хорошо. Мы посчитали, что всего будет шесть елок и порядка около девяти тысяч детей порадуются и повеселятся около новогодней елки. Интерактивная программа завершена. Зрители в предвкушении новогодней сказки заняли свои места. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады видеть вас! Поздравляем вас с Новым годом! Будьте счастливы! Еще один подарок для юных жителей Одинцовского района – премьера музыкального спектакля театра Натальи Бондаревой «Кружевная сказка» по мотивам сказаний северного поморского фольклора. Оригинальные песни, необычные костюмы впечатлили юных зрителей почти так же, как встреча с этим новогодним персонажем. Дед Мороз! Тебе понравился Дед Мороз? Чем он тебе понравился? То, что у него борода очень красивая и то, что он сам красивый. До встречи с Дедом Морозом остались считанные дни. За это время детям надо повторить стихи и песни, чтобы встретить дорогого гостя во всеоружии. Перед родителями стоит задача посложнее – самим превратиться в новогодних волшебников, чтобы сохранить детскую веру в чудо и немного поверить в него самим. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова